Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в солнечной, горячей Испании. Сегодня у нас утром было минус 5, сейчас примерно где-то температура уже минус 2, потеплело. Капельку. Это Диана. И все. Так, мы вообще зачем идем? Мы сейчас идем в магазин, там какие-то акции классные, Диана говорит. И будем покупать мне теплую пижаму, потому что здесь я говорил, что люди по квартире ходят в теплых пижамах. Я вначале это не понимал, а потом... Ну, короче, мне не хватает каких-то домашних теплых вещей. И тут это популярно, и Диана говорит, что замечала такую вещь, что иногда люди могут в пижаме ходить по магазине, просто как бы накинули теплую куртку сверху, и все. Поэтому мы сейчас что-то посмотрим, мы не там выберем. Фух, меня просто, наверное, морозит, потому что у меня, наверное, температура поднялась. Поэтому мне очень холодно сегодня. Есть такое подозрение. Что это? А? Что это? Какая температура? Не знаю, у меня и горло заболело, и температура поднялась. Какой-то вирус. Надо проверить. Какой-то вирус подцепил, наверное, где-то. Где-то нет. Или он меня подцепил, или я ему. Но несмотря на то, что здесь зима холодно, ну, как бы в этом регионе холодно, то она как-то легко переживается, потому что нету такой серости частой. Вот сегодня, например, светит солнце, как бы вокруг все зелено, все классно, как бы вот. Поэтому нету такого, знаете, там рано темнеет, небо затянуто, грусть, тоска. Так уже наоборот начало. Да, уже на лето пошло солнце, да? Получается, солнце садилось, по-моему, в 5.30 или в 6.30? А я не знаю, где-то в 6.30, да. В 6.30? Да, в 6.30, ну, где-то к 6, наверное. По-моему, половину. Да, в 5.30 садилось солнце, а сейчас уже около 7.00 светит. Я просто обычно в доме ходил всегда в майке и в шортах. Вот. Я долго сопротивлялся. Я говорил, мне не нужна теплая пижама, мне не нужна теплая пижама. Смотрите, сейчас акции на них стоят 12.99. Это очень низкая цена, потому что вот там в Ашане где-то, в других магазинах, они где-то стоят примерно 25 евро. Это верх, то есть и штаны еще в комплекте входят сюда. Эта цена реально невысокая. Раньше она тут стоила 15.99, но вот по акции сейчас вообще просто суперская цена. Поэтому мой размер XL или XXL, какого у меня? XL или, наверное, XL, да? Ну, XL, я не знаю, неполномерный и нет, но вот это XL. Наверное, XL мы и возьмем. Ну, это XXL. Детские пижамы 9.99 стоит. А, женские, да, женские. А детские 5.99. А детские по 5.99. В общем, цены на пижамы я заметил тоже в разных магазинах разные, но это вот реально хорошая цена. Тут выбор огромный. Пижам. Вернулись мы домой. Так, что ты тут делаешь? Банку перевернула. А, кстати, что делать? А, что делать под кроватью? Что там кофе в тарелке? Это чтобы запах кофе был в комнате. Так, что же нам теперь делать? Надо это все дело собирать, да? Сейчас одену эту свою домашнюю одежду, покажу. Смотрите, в кого я превратился. Вот это моя домашняя одежда. Новая, ну, как бы из последней коллекции. Мадрид 2023. Вот так это все дело выглядит. Напишите, как вам. Ну что, мы с Дианой сейчас отправляемся в магазин. И самое интересное, что нам пришли счета за коммунальные услуги. А точнее, за электричество и за газ. Но тут они идут так медленно. Это у нас такая компания, с которой мы заключили. Всем уже все давно поприходило. Всем приходит сразу за два месяца. И то есть это все быстрее. Нам пришло только за ноябрь. За, да, ты говорила, конец октября. За полоктября, за полноября. Да, и за первую половину ноября. Тут я повторюсь, такая система. Когда вы, например, арендуете квартиру, вы подписываете договор. Есть огромное количество компаний, с которыми вы подписываете договор. Вот, например, у нас там за электроэнергию. Ну, только с одной компанией. Там какой-то Облэнерго. Ну, или не знаю, как они там правильно называются. А здесь много компаний. И ты сможешь пойти с любой подписать этот договор. Как на предоставление, как бы, услуги, что тебе будут подавать электричество. И так, то же самое с газом. И так вот. В конце ноября нам только пришел счет за конец октября и начало ноября. И давай, какая стоимость? Тогда было, я помню, тепло. В конце января тогда. А? В конце января. В конце января. В конце ноября. Ой, я уже запутался. Да, сейчас конец этого. Ну, как тогда тепло было? Тогда мы уезжали. Три дня нас не было дома. Это было там 5-6 ноября. Я был в Таревьехе целую неделю тогда с Дашей, помню. Ну, это в октябре. Да. А в ноябре мы ездили, это, куда-то мы уезжали, короче. Нас не было. Да. И мы приехали, в доме было 16 градусов. То есть уже тепло не было. То есть отопление мы уже включали. Но мы им пользовались не так, как сейчас. Сейчас просто батареи кочегарят на полную. Тогда они чуть-чуть работали. Тогда тоже сильно работали, да? Говорю, сейчас они не кочегарят на полную. Ну, понятно, что тогда реже включали, потому что было тепло. Ну, да. Сейчас, если сейчас ночью минус, а тогда была плюсовая температура. Ну, в смысле, тогда мы уже пользовались отоплением. Ну, давай. Цена. И тебе красиво на фоне солнышка подселено. 67 евро за газ у нас получилось. Сколько еще раз? 67 евро. 67 за газ. Это за месяц, да? Ну, это за месяц. Они газ считают в киловаттах как-то. Они кубометры переводят в киловатт. И это у нас за 347 киловатт. Нам, короче, где-то 19 центов киловатт этот получился. То есть, у нас дороже, чем я сравнивала со знакомыми. У них по 16 центов этот киловатт за газ получился. И за свет у нас получилось 75 евро. Это сейчас скажу за сколько? За 224 киловатта. Но они еще тут сверху насчитали. Что-то на 12 евро. И какие-то еще услуги на 5 евро. Короче, вот 74 это только за месяц вышло. Вот такие дела. Ну, в этом месяце я вообще боялась, что будет намного больше еще. Потому что, как уже все знают, у нас в квартире... Квартира очень прокуренная. Если вначале тут хоть можно... Ой, если сейчас хоть можно жить, то вначале вообще было невозможно там находиться. И нам хозяин приносил машину, озонатор, которую мы включали. Там она все дезинфицировала. Потом выключали. Плюс там еще кондиционер включали, чтобы систему продуть. Короче, я думала... Думаю, что в этом месяце... За октябрь, за ноябрь должно получиться больше, чем дальше. Потому что у нас еще приборы такие работали, которые потом мы не включали больше. Потому что там такая машина, она этот, как его... Я так понимаю, она и в производствах используется. Я думаю, что электричество она берет много. И за свет тоже у других дешевле. То есть контракт я заключила с невыгодной конторой. Скажем так. Вообще здесь на побережье газа нет. Газ есть вот здесь в горах. Не знаю еще в каких регионах. И газ здесь из Алжира. И, например, наши соседи газом вообще не пользуются. Потому что у нас на задний дворик выходят все трубы от котлов. И то есть когда кто-то включает отопление, то идет пар. То есть я еще видела пар в двух квартирах. Но это очень редко там бывает. У всех остальных вообще никогда ничего не работает. То есть они или греются электричеством, или вообще не греются. То есть непонятно. Но температура опускается. Ну, в квартире очень холодно, если не включать отопление. Потому что, во-первых, подъезд не греется. Соседи не греются. То есть стены холодные. Если без отопления, то очень быстро батареи остывают, и температура понижается. Допустим, мы сейчас включаем 2-3 раза в день отопление. Прогреваем квартиру до 21 градуса, 22. Потом выключаю. На ночь я выключаю, выставляю 17 градусов. И оно часа за 4-5 опускается до 17 градусов. И уже на этой отметке останавливаются. Просто я не хочу, чтобы было ниже температура в квартире. Когда ночью под одеялом, то нормально. А если так, то некомфортно. По поводу еще, на газ таких скидок не знаю. Знаю, что есть скидки на электричество, например, для многодетных семей. У нас есть знакомые многодетные семьи. Первый месяц они заехали, у них еще не было скидок. У них получилось за свет 70 евро. Потом они оформили скидки, у них получалось где-то 30 евро. А зимой они сами удивляются. Им счета за свет приходят 7-8 евро. То есть это за месяц целый. Хотя они не экономят. Это надо просто ходить и оформлять какие-то скидки. Да, то есть это все надо знать. Плюс я знаю, что люди еще оспаривают. Например, им пришел счет за газ. Они считают, что это сильно много. Они идут в контору и там им тоже делают какую-то скидку. А нашей конторы здесь нет. Да, но это все, я так понял, смотри, оспаривают. Это же все цивилизованно происходит. Потому что у меня, знаете, сразу ассоциация. Пришел большой счет за газ, идешь в контору, надо идти ругаться с ними. Вот, я думаю, здесь это не так происходит. Ну, я не знаю, они ругались или просто сказали. Я не знаю, что они говорят. Ну, есть такая функция, реально, оспаривать, правильно? То есть люди оспаривают иногда. Говорят, вы нам много насчитали. Типа, что это такое? Плюс еще, если очень высокие счета здесь приходят, то есть где-то, если больше 400 евро, я знаю людей, которые ходили в конторы социальные, и там помогают оплачивать эти счеты. Да, они говорят, нам пришел. То есть они говорят, там кто-то, если 170 евро там у знакомых было, то это не считается высокой суммой. И ее не оплачивают. А если вот 400 выше, то тогда могут помочь оплатить этот счет. Да. Что у нас есть много электроэнергии? Вот это майнинг, да, говорят, криптовалюты. Сделали себе вот эту ферму, там насчитала бешеную сумму за электричество, потом пришли вот куда-то в администрацию, говорите, ну, смотрите, какая сумма. Я ее не потяну, там, не знаю, пару тысяч евро за электричество, или сколько она там будет. Вот так вот. Ну, я так подсчитала. Это шутка была. Что за декабрь, январь, вот за два месяца у нас где-то счет за газ придет где-то 700 евро. Так что вот такие счета на пришли. Интересно будет, какая сумма будет там за декабрь, я уже точно и скажу. Но там Диана уже сказала, она почитала примерно за два месяца, там выйдет 700 евро, это за газ. Вот такие дела. Поэтому будем ждать следующих счетов. Уже всем знакомым поприходили. Нам ничего не приходит. Вот видите, зависит все от компании, с которой ты подписываешь договор. Так я им звонила. Да, мы звонили, говорим, пришлите нам, пожалуйста, квитанцию. Не, я позвонила спросить, все ли нормально или нет, потому что там надо онлайн отправлять свои показатели. А я их отправляю, но в кабинете у меня они не отображаются. То есть я даже не знала, есть у них мои показатели или нет. Оказалось, все есть. Ну, позвонила, говорю, все нормально, счета будут, не будут. Может, не надо было звонить. Не знаю. Может, про меня забыли, не пришли бы. Они подумали, какая-то странная. Тут особо никто не это, не спешит платить, а она уже это. Так просто пришло сколько времени. Ну да. Так что, ладно, будем мы отправляться в магазин. Сейчас, говорят, вот какие-то акции в Ашане классные есть. Я вам покажу там, что почем, что мы купим. Вот. Так что, напишите, что вы про это все думаете. Поехали в магазин. Заехали в Ашан. И здесь, смотрите, ну, просто иногда говорят, показывайте, что вы покупаете. Вот, отдел, все по евро. Начиная от каких-то этих мучных изделий, всякие эти печеньки. И заканчивая всем, 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 смотрите, огромный гигантский отдел, все по евро. Всякие тряпки для машин, всякие контейнеры для еды, короче, вот все, что для всего. Все. Вот огромный перечень всего по евро. Прям какая-то гигантская распродажа всего. Так, это какой-то сыр с палочками. Какие-то ароматизаторы. Так, это вообще для чего? Огромное количество соусов тоже здесь. Все по евро сейчас продают. Так, это вообще что? К салатам, кетчупы. Это типа, наверное, какой-то горчицы. Диана взяла какой-то соус. Сейчас покажу, что она взяла. Макароны тоже по евро. Ну, здесь, знаете, вот как в Египте. Там, что не спроси, все по доллару. И тут то же самое, куда-нибудь посмотри, все по евро. Лампочки по евро. Такие для крана, фильтры, кисточки, щетки, короче. Все, все, все по евро. Показывай. Мне просто говорят, покажите, что вы покупаете. Вот Диана набрала в соусы по евро. Ну, это реально цена классная, да, по евро? Это что такое? Майонез, да? Да. Но тут не только мальок. А, это не только наши, да. Там не только наши, там Диану попросили еще купить, поэтому она тут не для себя берет. Так, всякие палочки, смотрите, кукурузные, тоже по евро. Всякие, это, наверное, типа закуски к пиву. Я говорю, здесь все просто. В Египте по доллару, тут по евро. Бумага по евро. А, кстати, вот удобно обзор цен даже снять. Вот что не покажи, все по евро. Даже вот шампунь, вот это вот, я смотрю, средство для посуды по евро. Это, наверное, какая-то белизна по евро. Для окон, вот это всякая бытовая химия. Все по евро. Вино. По евро бутылка. Вот еще вино. Тоже по евро бутылка. А пиво интересное, это за евро три штучка. А, не, это, наверное, за штучку евро идет. По-моему, за штучку, потому что они выставили. Сейчас просто, сейчас просто очень холодно, поэтому мы иногда делаем глинтвейн. Я туда добавляю много воды, красный перец добавляю. Я показывал рецепт, какой делаю, и очень согревает прям. Реально, очень классно становится. Вот так мы лечимся, чтобы не пить никакие лекарства. Ну, потому что лекарства вредные. Вот, по поводу минимальной зарплаты. В 2023 году в Испании минимальная зарплата 1100 евро, если я не ошибаюсь. Где-то такая сумма. Сейчас в магазине прям реально какой-то этот праздник или это какая-то акция. Вот все по евро. Даже фрукты. Смотрите, яблочки в пакетах по евро. В Испании где-то раз в сезон было. Да. Потом, например, киви по евро. Три штучки. Но это как-то невыгодно, по-моему. Вот во фрутереях там дешевле. Потом 4 лайма евро. Вот эти штучки. Я забыл, как они называются. Тут он называется хисалис. Вот. Бананы три штучки по евро. Вот все по евро здесь. Да. А здесь есть и банана и платана. Вот платана дороже, банана дешевле. Я уже разобрался в этом деле. И на кассе обычно спрашивают, вы взяли платана или банана. Манго цена стабильная. Примерно вот 2,65 за килограмм. Так. Гуава. Ой, гуава. Авокадо. Самый инстаграммный этот. фото гиеничный фрукт 4,99 за килограмм. Это вот цена сейчас без акций. Иногда даже намного ниже бывает цена. Гранат 3,99 а если так брать киви получается килограмм 4,29 стоит. Йогурты по евро. а шан, честно скажу, мне нравится здесь. Выбора огромное количество. И есть вот магазин Меркадона, но там продукты такие. Они больше собственного производства у них. Они все делают. Начиная от молоко, бытовая химия, яйца. Все они сами делают. Из-за этого у них цены ниже чем везде. Но в Ашанах, Карфурах или как правильно Карифурах тут уже представлено огромное количество разных брендов. Тут уже выбор прям большой всего. А там я заметил больше собственного производства у них. Все. А сейчас вот скажите как правильно Карифур или Карфур? Ты знаешь как правильно здесь Карфур или Карифур? Я к чему спрашиваю, потому что первый раз в Карфур я ходил в Египте и я его называл Карифур, потому что написано Карифур. А мне говорят Алексей неправильно, надо греть Карфур. И я запомнил Карфур. Сюда приехал, начал греть Карфур. Мне говорят не 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 Карфур, а Карифур. И получается вот в арабских странах он Карфур, а здесь Карифур? Вот этого я не понял. Так, сыры. Смотрите, тоже здесь. Если походить по магазину, то смотришь вот эти вот акции есть тоже по евро. Это моцарелла. Вот пакетик стоит 1 евро. Я заметил тут много всего. по евро как раз. Здесь даже продается салат Оливье. Только видите, он называется здесь Энс Саладила Русса в скобочках. Ну, короче, здесь он называется не Оливье, а русский салат. Вот так вот. Так, это у нас какая-то кунц камера. Это у нас я даже не знаю, что это такое. Это оно в водичке или это холодно? Да, оно в воде. Заспиртованное, наверное, какое-то. Не знаю. Я думал, это холодец, это не холодец. мясо по евро. Ну, так удобно взял пачечку. Тоже по евро все. Сосиски, это такие больше подходят для гриля, либо на сковородке пожарить. Упаковка креветок 17,90. Это такие большие королевские креветки, 2 килограмма. то есть я не знаю если с пальцем, то я не знаю с чем их сравнить. Огромный. Килограмм 8,95. Просто сделать их либо на гриле, либо на сковородке, либо в духовке запечь. Море продуктов здесь тоже балом. Так, у нас мидии почем сейчас? 2,69 за вот такой вот мешочек. Здесь килограмм получается. есть еще всякие ракушки. Потом есть еще у нас это тоже акция. Такая коробочка с креветками. Они уже готовы. 4,89. Потом есть вот такие маленькие черноморские деликатесы. Потому что гигантские креветки они тут вообще копейки стоят. 14,89. А в других магазинах они по 9,50 примерно. А тут 14,89. Такие большие готовые. В Ашане гигантский винный отдел. Посмотрите, какой выбор просто гигантский. в Ашане больше всего я видел. Тоже зависит от магазина. Есть наверное где-то маленькие Ашаны, где-то большие Ашаны. Но тут просто гигантский выбор. всего. Мы просто сейчас смотрим нам зрители пишут иногда говорят посмотрите то посмотрите это вот мы вина смотрим какие здесь мы уже даже немножко начали разбираться. посмотрите Оливье даже есть вот в таких упаковках короче в принципе Оливье я вам скажу здесь наверное популярный салат раз он и как есть такого домашнего приготовления его Ашан делает еще какой-то салат есть я не знаю что это за салаты но это вот Оливье а вот еще Оливье это наверное какая-то мимоза и здесь много готовой еды уже есть бутерброд по одному евро это два бутерброда такие треугольные так ролл два ролла 2.49 у нас наступил вечер Даша смотрит видеоблог про зуб это предыдущее видео там целое видео она присутствовала а Диана готовит блинчики все за дело взялась Даша Даша теперь будет делать блины первый блин у нас в принципе получился отлично да давай давай наливай подожди подожди чуть чуть меньше наливай вот смотри потом сковородку надо брать руки вот так вот по всей хорошо хорошо ждем пока поджарится я потом буду переворачивать у нас у каждого есть свои функции вот столько ведь набирать Даша наливает Диана это все потом по поверхности разглаживает а я переворачиваю а Аня Аня смотрит Аня это все будет есть потом да ну что как блин класс я тоже 7-1 так помажу шоколадной пастой надо пищать я ничего чтоб почувствовать вкус вот так вот аппетитно размазал пасту когда надо будет наливать хорошо ну что блины были очень вкусные уже настала ночь дети спят все уже ложатся спать появилась у меня теперь домашняя одежда потому что я до этого ходил в свитере а свитер у меня только один а тут мне его надо одевать на улицу он у меня короче тут запачканный потому что дома то там чем-то борьешься то дети чем-то заляпают поэтому я вот постирал и теперь буду в свитере уже ходить по улице потому что я знаете как обычно одевал футболку а сверху куртку а сейчас вот минус 5 и как-то так прохладно становится ну это когда по утрам выходишь днем понятно теплее так что я заканчиваю видео желаю всем счастья крепкого здоровья самое главное мира и всего вам самого лучшего огромное спасибо что смотрите подписывайтесь на канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик всем пока